Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и вы смотрите мою авторскую программу, которая называется «Бодрое утро с Марией Мироневич». Как вы видите, погодка у нас сегодня просто замечательная, солнце светит очень ярко, нас греет. Ну а мы с вами сегодня начинаем. Как обычно, я сейчас немного от вас отойду, чтобы вам меня было лучше видно, и я сегодня начинаю отвечать на ваши вопросы. Как всегда, в основном это происходит, вы оставляете ваши какие-то вопросы, какие-то темы, возможно, я недораскрыла до этого, и под видео вот таким форматом «Бодрого утра» вы оставляете интересные именно для вас вопросы, и я в одном из следующих видео на них отвечаю. Начинаем. Первый вопрос такой. Мария, вы сплошной позитив, как у вас это получается? Я, как всегда, говорю о том, что не хочу, чтобы у вас формировалась какой-то такой вот идеальный, идеальная какая-то картинка, идеальный портрет. Нет, я абсолютно не всегда на позитиве, потому что я такой же обычный человек, как и вы, и бывают моменты, когда я расстраиваюсь, когда я не в духе, когда я не в настроении, и, в общем, ну, точно так же, как бывает у всех людей, так и у меня бывает. Это абсолютно нормально, то есть быть всегда на позитиве – это что-то такое тоже, если человек всё время вот так, постоянно он только вот на таких эмоциях, это что-то тоже странное. Да, так же, как и с едой. Вот, нужна какая-то такое равновесие. Поэтому иногда бывает, что я не на позитиве, просто я в такие моменты, во-первых, если я чем-то расстроена, допустим, недовольна работой или ещё что-то, тогда я делаю как? Я думаю, вы заметили, что бывают моменты, когда я очень активно общаюсь, допустим, в комментариях, в соцсетях, это как раз те моменты, когда я полна сил, когда я полна энергии, и, соответственно, готова эту энергию отдаваться и делиться этой энергией с вами. Но поскольку, как и всё на Земле, энергия конечна, иногда бывают такие дни, когда я, допустим, вы пишите комментарий, я не отвечаю, как раз это те дни, когда я затихаю, больше времени уделяю себе, больше времени уделяю семье, просто прижимаюсь к детям, смотрю с ними вместе кино, мы, не знаю, мы вместе пьём с Сергеем чай, читаем новости, обсуждаем какие-то интересные только для нас двоих дела, и вот это такие мои моменты силы, когда я эту самую силу черпаю для того, чтобы в будущем делиться с вами позитивом. И отдельный момент о том, что в моих роликах, ну, то есть в том, что я делаю на YouTube, и в Instagram, вообще в моём контенте, назовём так это, в общем, всегда позитив, это только по одной причине, потому что я, правда, в 2017 году весила 120 килограммов, и я была вот этим 120-килограммовым комком негатива, я была толстой, несчастной, жалкой женщиной, и я знаю, как это сложно, я знаю, как сложно начинать, я знаю, как сложно каждый раз, когда происходит срыв, когда тебе кто-то там как-то на тебя косо смотрит, и ты думаешь, что, о боже, это всё из-за того, что я толстая, жирная, и какие там ещё эпитеты мы для себя каждая придумываем. Вот, поэтому именно позитив я транслирую всегда, потому что это очень нужно. Я знаю, как это нужно, ну, и, конечно же, получая от вас обратную связь, я знаю, что это действительно помогает. Поэтому, если я не могу, если у меня нет настроения, то я лучше не буду делать, чем я буду каким-то таким там негативом, нытьём и так далее делиться с вами, я не считаю, что, ну, это правильно, это не мой стиль, скажем так, наверное. Вот, поэтому я правда очень хочу всех заряжать позитивом, потому что это очень-очень важно, и на своём личном опыте я знаю, что это помогает. Надеюсь, полно ответила на ваш вопрос. Продолжаем. Следующий вопрос про кухонную машину, какой она у меня в марке. Кухонная машина у меня Bosch, кстати, много раз просто спрашивали в личных сообщениях, я уже выучила её модель, Bosch Muma 5 Creation Life. Значит, по итогам двухлетнего использования, честно, к машине вот этой, то есть кроме того, что там крюк для замешивания теста, венчик, просто перемешивалка, значит, там ещё дополнительно стакан блендера, честно, блендер не самый мощный, то есть это можно было бы убрать, и ещё там есть насадки, такие тёрки и шинковки, которые на самом деле неудобны. То есть вот именно эти насадки, тёрка и шинковка я использовала вообще по одному разу, потому что они оказались неудобными в использовании, больше с ними и каких-то там вот этих всех магических действий, чтобы их присоединить. Но опять, это мой только личный опыт, поэтому кувшин-блендер тоже маленький, маломощный, поэтому в том году, когда вы мне подарили денежки на день рождения, подписчики меня порадовали, я пошла купила себе полноценный вот такой хороший стеклянный блендер, мощный, ну блендер-кувшин я имею в виду, и, конечно, тут я сразу увидела разницу, поэтому если когда-нибудь в будущем я буду себе приобретать какую-то кухонную машину, то я буду приобретать кухонную машину именно тестомес. Вот, конечно, у меня чаша 4 литра, я бы хотела большего объёма, чтобы... Потому что вот когда хлеб, допустим, я делаю вот на 2 батона, да, замес машина, так знаете, с трудом промешивает, конечно, но такое какое-то поскрипывание, покрякивание, можно сказать, чувствуется. Вот, поэтому если, опять, если для обычной семьи, то есть вы там постоянно не печёте хлеб, а периодически это делаете, то такая машина вполне подходит. Сейчас, конечно, я бы купила, возможно, даже модель подешевле, то есть без вот этих вот дополнительных девайсов, как кувшин, вот этот вот блендер, и как вот эти вот тёрки-шинковки, которые, ну вот лично для меня оказались бесполезными. Лучше бы я отдельно купила, да, себе блендера, вот кувшин на эти деньги. Сейчас, ну, конечно, сейчас уже со своим опытом. Это когда ты покупаешь, тебе хочется, чтобы ты купил кухонную машину, и если там, ну, в комплекте будет там только крюк, венчик для взбивания, и просто вот эта перемешивалка, кажется скучно, а тут же там, грубо говоря, на 5 тысяч подороже, но там зато и блендер кувшин, и тёрка-шинковка, и вообще всего много, оказывается, что как шампунь, грубо говоря, два в одном, что это и не особо шампунь, и не особо бальзам, и результат не совсем. Вот, но именно как тестомес, меня она полностью устраивает, белки взбивают очень хорошо, ну, а вот эти вот, так скажем, сейчас уже по опыту дополнительные какие-то девайсы, я считаю, вот просто, что мы переплатили денег, это ещё учитывая, что я её выбирала, а мама мне её дарила на день рождения, вот, тогда бы я купила просто модель поскромнее, без дополнительных каких-то приспособлений. Продолжаем. Важный вопрос про крабовые палочки. Я их тоже раньше очень любила, и, конечно же, ела. Вот, сейчас, как вы видите, даже вот, допустим, мы снимали меню на Новый год, разные делали варианты, их крабовых палочек, то есть, не было. Почему? Потому что всё-таки там даже сейчас есть какие-то подороже, там, ну, не помню, как они там называются, и даже вроде бы туда добавляют не только рыбу, а настоящее крабовое мясо, но я их уже просто, честно, во-первых, отвыкла, не покупаю, и крабовые палочки, ну, серьёзно, да, это не тот продукт, который для здорового питания. Опять, если вы купите крабовые палочки, вот, любите вы их, либо кто-то из членов вашей семьи, и на какое-то там, на день рождения, мероприятие, приготовите какой-то с ними там салат и так далее, то есть, это будет не на постоянной основе, вы там будете три раза в неделю питаться крабовыми палочками, а какой-то единичный, да, на случай, что вот праздник, вы приготовили эти крабовые палочки, съели их и спокойно там 3-4 месяца до следующего какого-то мероприятия их не употребляете, то, конечно, допустимо, потому что самое важное это то, что мы едим каждый день. Поэтому я крабовые палочки уже давно не употребляю. Вот последний раз это было, когда мы встречали 2019 год, я про это рассказывала, когда мы с мужем уже похудели, я уже весила меньше 100 килограммов, и мы с ним тоже так готовились, готовились, но ничего не будем, мы же вот теперь начали уже год новой жизни, и так далее, и так далее, и в конце концов мы наготовили обычный стол новогодний, к которому привыкли, после чего, кстати, болел живот. Поэтому это было для нас науку, и вот как-то спокойно от этих крабовых палочек отказалась. Так что вот так. Если не каждый день, то иногда можно, почему нет какого-то прям супер вреда от них не будет. Продолжаем. Ага, вот еще хороший вопрос. Выпечка два раза в неделю или четыре раза в неделю? Потому что мне периодически, один раз вообще попался комментарий такой интересный. Человек, девушка, значит, пишет, Мария, я из-за вас вообще не могу похудеть. Вы снимаете, снимаете эти рецепты, а я их ем. Вот так я человеку мешала похудеть. Вот. Про то, что выпечка два раза в неделю. Как это происходит? Естественно, сейчас, допустим, даже кто, многие приходят на индивидуальные консультации, бывает такое, что мы вначале на первую неделю выпечку оставляем три-четыре раза в неделю. Почему это происходит? Потому что у всех у нас есть привычка вот эта. Да, с детства есть с хлебом, иначе не наешься и так далее. Вот. Поэтому я на данный момент ем выпечку два раза в неделю. И, конечно же, сама выбираю. Это будет, либо, вот как вчера вы видели, это будут либо какие-то домашние, ленивые пельмени, не суть важна, там тесто, то есть мука, да, либо это будут какие-то сырники, какая-то творожная запеканка, запечённая в духовке, но там тоже будет семалина, либо это будут любые там панкейки, хлеб, в общем, какая бы выпечка ни была, она два раза в неделю. То есть это не значит, что два раза в неделю хлеб и два раза в неделю ещё какая-то выпечка. Но это сейчас, когда уже я привыкла. Если вы оставляете выпечку сейчас всего два раза в неделю, да, и чувствуете, что у вас из-за этого происходит срывы, что вам чего-то не хватает, то оставьте её четыре раза в неделю, но на завтрак. Потому что тут опять важно сочетание риска и пользы. Если вы четыре раза в неделю будете есть какую-либо выпечку, да, допустим, два дня вы сделаете бутерброды и два дня какая-то там запеканка, возможно с творогом или ещё что-то, да, не суть важна, то вы будете чисто психологически себя чувствовать спокойнее, что вы вот эту вот вкусняшку получите и не два раза в неделю, а четыре. И важно, да, особенно на начальных этапах, количество вот этих вот неприятных, демотивирующих срывов свести к минимуму. Поэтому, да, в начале вы можете делать и четыре, но опять начальный этап – это не для того, чтобы быстренько похудеть, а начальный этап для того, чтобы наладить ваш режим питания и для того, чтобы войти вообще в метод. А там дальше вы уже будете работать, постепенно доводить количество выпечки, которую вы едите до двух раз в неделю, вот, либо немного скорректируйте под себя, потому что, напоминаю, все мы разные. Надеюсь, максимально полно ответила на ваш вопрос. Если что-то вдруг недоосветило, обязательно напишите комментарий, и я, конечно, на него отвечу. Продолжаем. Так, следующая тема от Кристины по поводу десяти тысяч шагов, что я делаю дома, компенсирую ли я их как-то, ну и вообще, что со всем этим делать, что мы находимся дома и никуда не выходим. Вот, про часы повесила именно для того, чтобы узнать, сколько же шагов я прохожу, вот, ну, прохожу, не выходя из дома. Оказалось, кстати, что не такое уж маленькое количество, честно, потому что, вот, не знаю, там, какие-то дни, возможно, я больше туда-сюда хожу, по дому какие-то меньше, но в основном, вот, все дни, что вот я замеряла, это от трех до четырех тысяч, то есть, это вот моя активность, просто, ну, ежедневная, обычная моя активность, не выходя из дома. Как-то дополнительно, сейчас, ну, кроме того, что я делаю свою обычную зарядку, как-то дополнительно, я эти шаги не набираю, вот, иногда бывает такое просто желание, допустим, на меня тоже смотрят дети, они начинают ходить из комнаты в комнату, вот, кошки, конечно, за всем этим с интересом наблюдают, и я тоже иногда подключаюсь, и начинаю тоже ходить, вот, но, чтобы это было прямо в моем, там, расписании, чтобы это было на постоянной основе, такого я сказать не могу, скорее, делаю по настроению, потому что, честно, на меня точно так же, как и на всех на вас, эта ситуация, что на улице весна, в Астрахани действительно весна, у нас 9 градусов вообще, кстати, холодная весна для Астрахани, потому что у нас в конце апреля, обычно, ну, градусов 20 минимум, вот, но солнышко светит, деревья цветут, и, конечно, периодически во время вот такой, импровизированной прогулки по дому, ты выглядываешь за окно, благо у меня 9 этаж, там все очень хорошо видно, и зеленые деревья, и ты дома, и это тоже немножко расстраивает, ну, вот опять говорю, как, бывают желания, хожу, бывают желания, не хожу, в общем, как получится, но даже без этого, 3-4 тысячи шагов я прохожу, вот, и, в принципе, даже без, ну, замера активности дома, 10 тысяч шагов, честно, я проходила не каждый день, то есть моя активность дневная, я уже про это говорила, была от 5 до 15 тысяч шагов, это зависело, ну, от всего, и от погодных условий, и, конечно же, от наличия времени, то есть, ну, вот, самый минимум мой был всегда, это 5 тысяч шагов в день, ну, бывало, конечно, меньше, но вот прям, если за среднее взять, то минимум это 5 тысяч шагов, и, конечно, если какая-то была, да, вот, зимнее, осеннее время, хорошая погода, тогда я, конечно, нагуливала, по каким-то делам ходила, и до 15 тысяч, ну, и чувствовала себя, кстати, хорошо, вот, поэтому специально, как-то пока не набираю, вот, думаю, теперь буду думать об этом, Кристина, может быть, стоит, кстати, скоро взвешивание, а теперь следующий вопрос, Мария, где вы работаете, вопрос этот, получаю, я, ну, периодически часто, возможно, это новенькие, потому что, про работу мы снимали отдельное видео, значит, канал мы начали вести в марте 2019 года, и, к сожалению, как у многих, я думаю, сейчас, в связи с экономическим кризисом, не прекращающимся в нашей стране, в конце июня, ну, то есть, с 1 июля 2019 года, мы с мужем потеряли, работу, и, так как мы уже начали заниматься ютубом, у нас уже было, где-то около 20, наверное, тысяч подписчиков, то есть, мы видели постоянно вот этот интерес, ну, и самое главное, конечно, мне этого очень хотелось, мне очень хотелось делиться, ну, тем, что я вот узнала, честно, потому что никогда не знала, что можно вот так вот худеть, да, без диет, без голодовок, без каких-то сумасшедших трат на, там, диетологов на супертренировки, какие-то супербады, там, ну, в общем, какие-то костюмы для похудения, пояса, ну, в общем, я думаю, каждый из нас знает, насколько широк ассортимент того, что за дорого продают для похудения, и когда оказалось, что вот можно, да, с самыми обычными продуктами снижать свой вес, и мне, конечно, ну, просто захотелось действительно помочь людям, конечно, тут огромное просто спасибо моему мужу, который меня поддержал, вот, и так случилось, что мы стали блогерами, и вот теперь мы блогеры, как-то так это работает, честно, сама не ожидала, что после 30 лет стану блогером, потому что для меня, ну, блогеры, это вот какие-то дети, которые там, всякие глупости делают, снимают на ютуб, ну, вот видите, разное бывает в жизни, и на самом деле, правда, я очень счастлива, что стала блогером, потому что уже более 1300 человек снизило вес по моему методу, а это значит, что я делаю действительно важное, хорошее дело, и это еще один источник моего позитива, это ваши поддерживающие комментарии, ваши лайки, кстати, ставьте, пожалуйста, большое вам спасибо за то, что вы их ставите, это очень важно, и очень-очень приятно, каждый раз, когда я читаю вот такой комментарий, я знаю, что мы делаем это не зря, и, конечно, это очень вдохновляет меня, пора перестать говорить, что-то сегодня так солнышко на меня влияет, что я очень много говорю с утра, с вами была бодрая утренняя Мария Мироневич, я желаю всем добра, любви, конечно, еще совсем забыла, если вдруг вы не подписались на канал, обязательно сделайте это для того, чтобы не пропускать бодрое утро, и становиться бодрее вместе со мной, и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы это самое бодрое утро и новые вкусные рецепты не пропускать, теперь я желаю всем любви, добра, конечно, здоровья, позитива, и до новых встреч в бодром утре, всем пока!